Всем привет! В этом простом видео для начинающих о том, как узнать MAC-адрес вашего компьютера или ноутбука Windows 10, а точнее будет MAC-адрес вашей сетевой карты или Wi-Fi-адаптера, потому как MAC-адрес он относится именно к сетевому адаптеру, если у вас, например, есть и Wi-Fi, и локальная сеть по кабелю, то у них будут разные MAC-адреса. Итак, как узнать, соответственно? Первый способ, который подходит только для Windows 10 в предыдущих версиях, не был, это с помощью параметров. Заходим в параметры, после этого открываем сети интернет, здесь смотрите, например, нам нужно узнать MAC-адрес для активного Wi-Fi-подключения, то есть для Wi-Fi-адаптера. Выбираем Wi-Fi, нажимаем свойства оборудования и внизу видим физический адрес MAC, это и есть ваш MAC-адрес. Только учитывайте, что здесь в качестве разделителей между каждыми двумя символами выступает дефис, в некоторых случаях нужно вводить бывает двоеточие, а иногда вообще без каких-либо разделителей, то есть учитывайте, что они просто так для вида и могут меняться. Далее, к тому же здесь можно скопировать информацию, кстати. Далее, обратите внимание, что здесь в параметрах, когда мы осмотрим MAC-адрес, мы можем посмотреть его таким способом только для активного подключения. Например, подключение Ethernet по кабелю у меня не подключено и, соответственно, такого пункта нет. Тем не менее, другие способы, которые подойдут и для более ранних версий Windows, позволяют посмотреть MAC-адрес и для неподключенных адаптеров. Следующий способ. Нажимаем клавиши Windows R на клавиатуре, Windows это клавиша ассамблемы Windows, и вводим ms-info32. Ввели, нажали Enter. Соответственно, открывается такая встроенная утилита сведений о системе. Здесь заходим в компоненты, после этого переходим в раздел сеть, адаптер, и нам покажут здесь список всех сетевых адаптеров, не только физических, но и виртуальных, и в том числе и MAC-адреса для них. Например, вот я вижу свой адаптер, который беспроводный, и вижу его MAC-адрес. Как я говорил, что разделители бывают разные, то есть здесь, например, двоеточие используется. Далее, это виртуальный адаптер Microsoft Wi-Fi Direct, если мне нужно для карты Ethernet, то есть для обычного проводного подключения, так ищу, где она у меня здесь, и, соответственно, вижу, что MAC-адрес моей обычной сетевой карты, вот она у меня отображается, вот этот. Соответственно, взяли, посмотрели, вся информация у нас есть. Следующий способ это с помощью командной строки. Запускаем командную строку, не обязательно от имени администратора, самый быстрый способ запустить это просто ввести командная строка в поиске на панели задач и запустить ее отсюда. У меня уже запущено. После этого вводим следующую команду, команду я укажу в описании под видео, ipconfig пробел slash all. Нажимаем Enter и нам здесь отображается информация обо всех сетевых адаптерах на компьютере, в том числе о проводных, беспроводных и виртуальных. Например, вот я вижу свой беспроводный адаптер, то есть Wi-Fi адаптер, и для него я здесь могу, соответственно, посмотреть MAC-адрес, который отображается вот здесь, пункт физический адрес, то есть вот он. Далее, если я захочу посмотреть для своей сетевой карты, то есть обычной, которая LAN, то вот этот физический адрес, это и есть MAC-адрес моей сетевой карты, то есть точно также посмотрели, в принципе можно отсюда даже скопировать и где-то использовать. Следующий вариант это просмотр свойств подключения. Смотрите, как это можно сделать. Нажимаем клавиши Windows-R на клавиатуре, вводим ncpa.cpl и открываем список подключений. Как видите, все наши подключения. Например, я хочу узнать MAC-адрес для беспроводной сети. Открываю свойства, после этого, если я подведу сюда указатель мыши, то у меня отобразится MAC-адрес. Второй метод сделать это здесь же, но только для активного сетевого подключения. Смотрите, правый клик, состояние, после этого здесь нажимаю сведения и, соответственно, здесь я вижу MAC-адрес в пункте физический адрес, тоже могу его использовать. Вот, в общем-то, примерно так. Дополнительная информация есть в статье, ссылка на которую есть в описании под видео. Еще один нюанс, который следует учитывать. Если вам MAC-адрес нужен для того, чтобы его, например, сообщать провайдеру, то при подключении через роутер будет использоваться MAC-адрес самого роутера, то есть у него собственный MAC-адрес, который можно посмотреть либо в настройках роутера, либо, как правило, пишется он еще на наклейке, которая с нижней стороны роутера. То есть если кабель провайдера подключен сначала к роутеру, то провайдер будет видеть именно MAC-адрес этого самого роутера. Вот как-то так. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!